Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси, у меня для вас довольно важные изменения по нашей игре. К счастью, они пока что не поступили на основной сервер игры, но в принципе тенденция говорит нам о том, что всё это может поступить на основу. Я не могу сказать, что это совсем всё плохо, но это немножечко всё довольно, я бы сказал, подозрительно. И очень и плохо может на игре сказаться, если, конечно, всем не понравится в итоге. Ну, я не знаю, мне лично не всё понравилось. В общем-то, речь идёт о переработке голдовых снарядов и также о апе ХП у средних уровней пока что. Ну и, кстати, не забывайте, вы можете выиграть голду в этом видеоролике, достаточно всего лишь написать комментарий, в конце комментария указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. Также нужно поставить лайк под этим видео и подписаться на канал с помощью колокольчика. Итак, работа, в общем-то, сейчас уже кипит. Уже разработчики запустили тестовый сервер Песочница, и вы можете спокойно, смело зайти на тест и посмотреть, что же разработчики там натворили. Тест будет активен до 15 июля в 12.00. Вообще, довольно интересно, как ВГ проводит тесты. Такие сверхважные для нашей игры, то есть, тест, который требует как можно больше народу, проводится летом, когда народу, как вы понимаете, гораздо меньше, чем, предположим, зимой. И, в общем, это может негативно сказаться на результатах теста, моё личное мнение. То есть, может это всё пройти не в лучшем виде. Собственно, как вообще разработчики всё сделали. Им понравилось, как отреагировали игроки на аппы ХП средних уровней, и они ничего вообще менять не стали. Так что, если вам понравился аппы ХП на средних уровнях, то поздравляю вас. Лично я не против этого аппа, наоборот, мне он тоже понравился. И я, кстати, уже в некоторых видео говорил своё мнение, какие танки наиболее сильно от этого выигрывают. Ну, если интересно, можете посмотреть прошлые видео там про советские и немецкие танки. Ну и насчёт голдовых снарядов. Разработчики поняли, что чрезмерно сильно они Альфу апнули у больших калибров, у ПТ-САУ типа гриля, у которых калибр от 150 мм. То есть, прибавка оказалась слишком большой, она была от 40 до 43%. И разработчики в итоге уменьшили урон у обычных снарядов, не голдовых, на 25%. Если вдруг вы сидите в танке и вообще не понимаете, что там за концепция, то разработчики решили пойти по другому пути. Раньше они хотели понерфить голдовые снаряды, теперь же они голдовые снаряды вообще не трогают ни пробития, ни Альфу, они апают основные снаряды. И из-за этого Альфа у основных снарядов будет выше, у них будет останется такое же пробитие, но Альфа будет поинтереснее, игроки будут часто предпочитать стрелять основными снарядами, нежели голдовыми. Вот такие вот дела, друзья. И стоит отметить, что тому же грилю при этом понерфили немножечко прочность. Ну, таким ПТ-САУ, у которых Альфа слишком большая, им понерфили прочность на 5%. Давайте посмотрим, как, в общем-то, изменились характеристики. МС-1, собственно, на первом этапе теста было у него 57, собственно, урона, стало 55 на втором этапе. У Т-34 было 145, 115 на основном сервере, это Альфа. 140 на песочнице стало. Першинг, было у него 240 на основе, стало 300, вернее, 315 было на первом этапе, на втором этапе уже 290 стало. ИС, у него большой калибр, 122 мм, у него Альфа на основном сервере с 390, стало 525 лол. Ее немножечко подрезали, вот на этом тесте, который сейчас запустили, до 480. ИС-7, у него калибр огромный, у него корабельное орудие, 130 мм, у него Альфа 490, на первом тесте было 670, плюс 37%. На втором тесте снизили Альфу на 70 единиц, стало 600 на 22% от изначальных характеристик. Объект 268, это как раз ПТ-САУ с огромным калибром. У нее 152 мм, Альфа на основе 750, сделали разработчики 1060 Альфу, но в итоге потом подумали-подумали и откатили немножечко до 930. Но все равно цифра весьма даже такая значительная. У меня, конечно, вопрос возникает, а вот ХП средних уровней апнули разработчики, а высокие уровни будут тапаться по ХП, потому что при таких значениях Альфы танки будут улетать еще гораздо быстрее. Грилл-15, у него то же самое, на основе у него 750 Альфа, у него 150 мм калибр. На первом тесте было у него 1060, стало 930, то есть, ну, так же, как и у 268-го. В общем-то, ну, это немножечко все и хорошо, в плане апа ХП средних уровней звучит, но, как я сказал, у меня вот этот вот вопрос, он меня беспокоит. То есть, с такой Альфой у танков танчики будут улетать гораздо-гораздо быстрее. А вы, наверное-ка, знаете, что у нас и так турбосливов хватает. Да, конечно, такая концепция значительно увеличит вероятность применения основного снаряда игроками. Ну и насчет фугасных снарядов. Разработчики решили, что слишком большой ап был на 22% фугасных снарядов у арты особенно и решили снизить этот показатель до 11%. Также количество очков прочности артиллерии было снижено на 10% с учетом округления. Ну и насчет экономики и внутриигровой статистики и ЛБЗ. Экономику разработчики будут, естественно, изменять под циферки, которые в итоге они сделают. Сейчас просто еще до конца не ясны, какие эти циферки останутся по итогу. Поэтому что-то там шаманить с экономикой нет никакого смысла. Так сами разработчики написали. Внутриигровая статистика. Понятно, что многих статистов, вообще игроков, особенно стареньких, беспокоит этот, собственно, ну такой вот немаловажный циферный вопрос. И я могу сказать, что разработчики тоже это понимают. И они решили эту проблему. Таким образом, опять-таки, они будут как-то пересчитывать, видимо, статистику, или, может быть, отдельную статистику, старую и новую сделают. Ну, в общем-то, как-то они тоже будут решать эту проблему. Но только после того, как придут к общему знаменателю и решат, какие там циферки будут с альфой, там, насколько она поменяется, сколько хп будет и так далее. И то же самое с ЛБЗ. Как только все это утрясется, ЛБЗ будут подстраивать под новые ряды, и там, естественно, ЛБЗ на танкование, на нанесение урона, они поменяются. Ну, и что еще тут? Урон фугасных снарядов. Пока что мы не планируем изменять параметры фугаса, будем наблюдать за их эффективностью. Ожидается, что вы будете использовать этот тип снарядов преимущественно для сбития, захвата базы, добивания противника с небольшим запасом прочности, ведения огня под их к бронированной техники и машин с открытыми рубками. В целом, номинальный урон фугасных снарядов должен быть немного больше, чем у базовых. При этом, последние должны гораздо чаще пробивать. В новой интеракции и песочности приоритетным для нас становится ребаланс стандартных и базовых снарядов. Поэтому, переработка фугасов возможно только после завершения этой стадии. То есть, разработчики намекают нам на то, что они будут фугасные снаряды окончательно уже приводить в порядок только после того, как обычные снаряды апнут, уже определятся с цифрками. Размер боекомплекта на первых тире седьмых уровнях боекомплект возрастет, потому что, ну, ясен пень, хп стало больше и чтобы уничтожить более жирные танки потребуется больше снарядов, поэтому и снарядов сделали больше. У машин восьмых тире десятых уровней рост прочности и рост разового урона практически компенсируют друг друга. Поэтому пока не нет необходимости повышать размер боекомплекта у этих машин. Мы понимаем, что с изменением соотношения использования базовых и специальных снарядов отдельным танкам может потребоваться увеличение боекомплекта. В этой настройке мы еще к этой настройке мы еще вернемся после завершения балансировки параметров урона. То есть все-таки хп в восьмом киро десятом уровне будут апать. Так что в таком виде в принципе мне кажется концепция может быть интересна, но все равно цифры, конечно, огроменные. Хотя напишите в комментариях что вы думаете. в общем-то ребят вы можете зайти сейчас и пройти тестирование. Лично я сам поиграю не знаю со стримом или без, но обязательно протестирую все это дело чтобы свое мнение составить. На самом деле я удивлен что разработчики вообще не забросили эту концепцию. Мне показалось что после первого же теста будет очень много вайна и все вообще придет в негодность. Но ребят действительно давайте будем честными в игре что-то не так и действительно что-то нужно менять и сейчас большинство игроков они просто берут и заряжают фул боекомплект голдовых снарядов их вообще не парит что там кто думает сколько они там серебра потратят и так далее у них есть возможность нафармить это серебро обратно и это не совсем правильно я считаю и действительно нужно как-то уравнять эти снаряды и данная концепция мне кажется она не так плохая и ее нужно немножечко подрегулировать мне кажется еще нужно снизить альфу чуть-чуть но в целом что-то в этом есть хотя может быть я ошибаюсь конечно но очень важно мнение игроков если вот сейчас вот как я сказал летом многие просто профукают все это дело там лежа на пляже не то что я их упрекаю я их понимаю но учитывая что ВГ вот так вот проводит столь важные тесты летом это может все как бы обернуться тем что не детестируют как бы и не доведут концепцию до ума надеюсь такого не произойдет и надеюсь все будет хорошо на этом все друзья спасибо что досмотрели видео до конца желаю вам всего приятного до скорых встреч пока